Я календарь перевернул и снова... Ну, сегодня, конечно, 4 сентября, но вчера-то было третье, и поэтому мы вспоминаем звезд российской эстрады и их приезды в Иркутск. Конечно, в нашем городе побывали все видные звезды российской эстрады. Расскажем некоторые эпизоды. Звезд отечественной эстрады с Иркутском связывает много. Так, после того, как в Иркутске выступала Клавдия Шудженко, это прима отечественной эстрады 30-50-х годов, в ее репертуаре появилась песня иркутского композитора. А что же касается самого занятного эпизода, связанного со звездами эстрады середины прошлого века, то кумир нескольких поколений Леонид Утесов, пожалуй, отжег, как бы сейчас сказали, больше всего. Дело в том, что в Иркутске у него был специальный концерт для работников милиции. Дело было еще при Сталине. И вот Утесов вышел на сцену и сказал, «Хм, как радостно! Я вот тут перед вами свободно стою, а вы все тут сидите!» Выступление эстрадных исполнителей проводить на стадионе труд начали еще в советское время. Но вот в годы перестройки это явление приобрело совершенно особый размах. И вот у меня в руках заметка «Танцы на трибуне» – вырезка из «Восточно-сибирской правды» за 1989 год. Тут говорится о том, что в Иркутск приезжал Игорь Суруханов в рамках сборной программы и призывал зрителей танцевать. Но, уверяет нас корреспондент, на трибунах стадиона труд делать это не так-то просто. И еще жалуется корреспондент, что должен был приехать известный певец той эпохи Женя Белоусов. Но тогда он в Иркутск не приехал. Тем не менее, хочется сказать в оправдание Белоусова, что в 1992 году, а затем и в 1994 году, он выступал в нашем городе. И как раз-таки на стадионе труд. Особо масштабная серия концертов прошла на стадионе в 1992 году. Тогда здесь выступали Валерий Леонтьев, Вика Цыганова, Михаил Муромов, уже упомянутый Женя Белоусов и еще другие исполнители. Что же касается сегодняшнего дня, то и ныне на стадионе труд регулярно проходят какие-то концертные программы. С 70-х годов культовой площадкой для выступления приезжающих эстрадных артистов стал Иркутский дворец спорта. Кто здесь только не выступал? Широчайший спектр исполнителей. От Аллы Пугачевой до Надежды Кадышевой. Но принимали иркутяне по-разному. Даже одних и тех же певцов в разные годы не одинаково. Вот у меня в руках вырезка 1998 года из «Восточно-сибирской правды». Андрей Губин. «Второй подъем будет круче». Так называется интервью, взятое Светланой Мазуровой. И вот здесь сообщается, что в 1996 году Андрея Губина иркутяне принимали просто восторженно. Были аншлаги. А в 1998-м вдруг, причем певец еще был на пике популярности, плохо заполненные залы, в том числе во дворце спорта. Было бы преступлением снимать выпуск к 3 сентября и не говорить ничего о Михаиле Захарыче Шуфутинском. Он неоднократно был в нашем городе, выступал с концертами. И, кстати, обиделась на него радиостанция «Волна Байкала». Дело в том, что он не пришел к ним на интервью. Зато иркутяне, конечно, помнят выступления Шуфутинского и посещали их с большим удовольствием. А вообще же, если говорить о связи эстрадных артистов и иркутских радиостанций, то можно вспомнить еще один интересный факт. Вот я стою на фоне нашего старейшего радио по адресу Горького, 15, областное радио. Кто здесь только не побывал. И вот интересный факт. В начале 70-х в Иркутске была на слуху песня «Иркутск – студенческий город». Ее специально для наших земляков записал, находясь на гастролях в Иркутске, Иосиф Давыдович Кобзон. Может быть, кто-нибудь и помнит эту запись, которую тогда крутили по Иркутскому радио. «В Иркутске постаревших нет, здесь каждый сердцем молод, хоть много Иркутску лет, Иркутск – студенческий город». Думаю, уместно завершать нашу страничку этими словами, потому что сейчас как раз начался учебный год. Итак, поздравляю наших зрителей со вчерашним праздником – Всероссийским Днем Шуфутинского. А в Иркутске и бывало, и, я думаю, побывает еще немало замечательных артистов. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши аккаунты. До новых встреч!